Усилить красные зоны в стационарах краевой столицы и других территориях региона, где проходит лечение пациентов с COVID-19 и пневмониями, идет до оснащения. По поручению главы региона Дмитрия Махонина, за последние две с половиной недели в медучреждение направили 1230 кислородных концентраторов. На их приобретение ранее из краевого бюджета выделили более 80 миллионов рублей. Приборы предназначены для насыщения крови пациентов кислородом, а также для терапии дыхательной недостаточности. Принцип работы кислородных концентраторов такой. Они забирают воздух из окружающей среды, отделяют кислород от других газов и доставляют его в высокой концентрации к пациенту. Производительность таких приборов составляет до 5 литров кислорода в минуту. Вакцинация продолжается. Желающих поставить прививку в Перми достаточно, но оперативно сделать это на текущей неделе тем, у кого появилось желание, не получится. Запись на вакцинацию сейчас есть только на вторую половину августа. Многие работодатели опасаются, что не все сотрудники успеют осуществить задуманное. Между тем есть соответствующее постановление. Власти указали в нем сроки, в которые работникам следует пройти вакцинацию. До 15 августа первый компонент, до 15 сентября второй. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что документ носит стимулирующий характер. Обращались и предприниматели, и граждане, что мы хотели бы, обращаемся в медицинскую организацию, а там, к сожалению, запись далеко уже после 15 августа, то есть на первую вакцинацию. Соответственно, мы это все прекрасно понимаем. И каких-либо репрессивных, подчеркиваю, мер, вот с 15 августа их, конечно, не будет. Поэтому я хочу, чтобы все предприниматели, которые работают в сфере услуга, их очень достаточно много, чтобы они прекрасно понимали, что вот с 16 августа к ним никто не придет и не будет их штрафовать. По словам Евгения Смирнова, одной из проблем стало то, что население медленно вакцинировалось на прежнем этапе. По планам Роспотребнадзора, сейчас в нашем регионе могло быть привито уже более 1 миллиона человек. Но поступило в Прикамье только порядка 600 тысяч доз. Отметим, что в Пермский край пришла новая партия препарата «Спутник Лайт». 6 тысяч комплектов однокомпонентной вакцины, которая рекомендуется людям, ранее переболевшим коронавирусом, а также для повторной вакцинации. Юлия Зыкова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей.